Всё, начинай. Здравствуйте, девчонки, кто подключается. У нас сегодня с сопровождением будет прямой эфир. Где-то рядышком, где-то что-то сверлят. Привет, девчата, здравствуйте. Мы чуть-чуть позже вышли в эфир сегодня. Аж на целых пять минут, потому что на соседнем этаже где-то что-то сверлят. Мы думали, они закончат, но они не заканчивают. Так что у нас сегодня будет сопровождение с дрелью. Такое музыкальное, короче, сопровождение. И пока к нам подключаются девчонки ещё, значит, вот тут я типсики уже положила на передний план. Это дизайны, которые мы с вами попробуем выполнить сегодня в течение часа. Стараемся сделать это быстро. Вот, и штучки три, наверное, я приготовлю типсинки, потому что так вот здесь вот так можно на три части разделить дизайны. Так, и скажите, пожалуйста, да, это ж модно, когда спрашивают. Видно, слышно, слышно, видно? Махните там ручкой кто-нибудь, если всё хорошо слышно и всё хорошо видно. О, всем здравствуйте. Вот тут написала Галина, большое вам спасибо. И, значит, я понимаю, что нас слышат. Итак, девчат, значит, тема нашего сегодняшнего эфира, а у нас сегодня четверг, два часа дня. Как обычно, мы собираемся в одно и то же время, стараемся. С вами сегодня буду я, Наташа Коклюгина, инструктор из города Ростова-на-Дону. Работаю в школе Екатерины Мирошниченко. И по четвергам мы с вами проводим такие незамысловатые мастер-классы. Вот, дизайны, которые можно сделать быстро. Дизайны, которые можно сделать быстро. И в нашем сегодня задании, у меня в задании было, значит, использование гелевых красок. Гелевых красок, ну, плюс декорации, плюс мы можем что-то стыдить. Или с помощью стемпинга отпечатать какой-нибудь дизайн сделать. Но самое главное, как бы я хочу взять в работу именно гелевые краски, а не гель-лаки. И, значит, я сейчас пока уберу. И хочу напомнить всем о том, что есть гель-лаки у нас. Фу, простите, гелевые краски. Они, как правило, они раньше всегда были в тюбиках, сейчас продаются в баночках. И вот стоял такой наборчик вот с нового года, вроде Happy New Year. Но здесь очень красивые цвета и с огромным количеством шиммера, и с маленьким количеством шиммера. И блестящие, и не очень блестящие. И как раз-таки вот в основу мы возьмем с вами вот такие варианты, значит, гелевых красок. Значит, давайте, ну, такой небольшой обзор, да, сразу напомнить. Я сейчас их просто открою, потому что не буду все задействовать. Здесь есть очень красивое, насыщенное серебро, такая гелевая краска. Насыщенное золото, насыщенные очень красивые розовые. Смотрите, вот так вот мы сейчас делаем. Вот так. Это гелевые краски, да? Не гель-лаки, а именно гелевые краски. Гель-лаки же у нас обычно во флакончиках, с кисточкой, да, и не составляет труда их наносить на ноготочки. А вот гелевые краски, конечно же, придется взять в работу, ну, как бы кисточки, да, там, допустим, для покрытия. Тут же там овал плоскую, там, четверку-шестерку, скошенный квадрат, четверку-шестерку, да, ну, или любую удобную для вас кисточку. Гелевые краски, они всегда очень плотные. И, кстати, очень многие мастера, как бы, почему-то забыли о том, что есть гелевые краски, но они у нас, конечно же, есть в наличии. Итак, значит, в основу возьмем гелевые краски. Девчат, еще раз повторю, что это набор Happy New Year, может быть, у кого-то есть, может, у кого-то это заинтересует. Вот, и, значит, мы с вами будем делать сейчас градиент с помощью гелевых красок. Ну, например, например, давайте я вас снова возьму, например, сейчас для покрытия, вот такой синий цвет и белый цвет. Ну, он далеко не белый, конечно, он с таким легким золотистым шиммером внутри, да и синий тоже с легким таким перламутром. Но в результате в сочетании они будут очень красиво сочетаться, нам потребуются два цвета и кисточка для градиента. И кисточка для градиента. Так, сейчас, секундочку. Она у нас одна-единственная, четверочка, никаких других кисточек у нас нету. Я сейчас протру красивенько за кадром, чтобы красиво выставить в кадр. Кисточка амбре. Вот, и, значит, она у нас одна-единственная, она нам поможет делать очень легкий переход цвета из одного цвета в другой. Итак, поехали. Значит, для нанесения гелевых красок я возьму какую-нибудь, например, овальную кисточку. Ну, вот у меня четверочка просто затерся, ну, у нас четверочка, ровная кисть. И я даже не буду делать градиент на весь ноготь, я только сделаю на часть ноготочку. Ну, например, например, давайте я вот с этой стороны. Итак, верхняя часть это будет более темный цвет, нижняя часть это будет цвет более светлый. Ну, понятно, что гель-лаки это более жидкий материал, гелевые краски это более густой материал, ну, если так говорить простыми словами, да. Значит, за счет шиммера переход будет не очень сложным. Так, нанесли два цвета между собой, так, аккуратненько, друг за дружкой, да, скорее, вот так, вернее, вот так будут говорить. И теперь, девчат, я всегда для того, чтобы легче перешел цвет в цвет, всегда немножечко подмешиваю два цвета между собой посерединочке, как будто бы верхний цвет опускаю на нижний. То есть, получается, в какой-то момент у нас есть такой смешанный оттенок, нечто среднее между верхним цветом и нижним. Можно немножечко подмешать вот здесь, чтобы смешанный цвет подмешался немножечко со светлым цветом. Так, и теперь поехали сверху вниз, аккуратненько, еле-еле прикасаясь, отправляемся натягивать темно-синий цвет на светлый цвет. Никаких переживаний, даже если от вас будет убегать нижний цвет, девчат, ничего страшного. Во втором слое мы откорректируем количество того или иного цвета. И вот сейчас однозначно смотрю на свое покрытие и думаю, господи, я же ведь точно знала, что синего цвета нужно нанести чуть меньше. Но ничего страшного, во втором слое все откорректируем. Так, и проходимся еще разочек. Когда прохожусь второй раз, девчат, выравниваю поверхности, всегда смотрю, какого цвета мне нужно добавить больше, а какого меньше. Не в смысле толще слой, а в смысле территориально, то есть верхний цвет мне нужно будет совсем-совсем чуть-чуть нанести около кутикулы. И второй цвет мне нужно будет нанести практически на весь ногой, да, тогда равноправие восстановится. Так, лишний слой убираем, да, истончаем. И, девчат, конечно же, просушиваем 30 секунд. Так, эти краски очень красивые, брала перед Новым годом их. Так, написала нам Александра. Спасибо большое. Нет, действительно, вообще вся продукция для ногтей, которая выходит гель-лаки, будь то гелевые краски, какие-то декорации, конечно, они прикольно смотрятся. Самое главное, как бы, ну, употребить их в жизни, да, как бы на клиентам, на ручки нанести. И вот в чем, как бы, прелесть, вот, допустим, компании Эми, да, в том, что когда выходят новые гелевые краски или новые гель-лаки или декорации, всегда школа Екатерина Николаевна предлагает очень много готовых решений, будь то какие-то дайджесты, каталоги, много мастер-классов в интернете. Вот, то есть, как бы, всегда предлагается мастерам не только материал, но и сразу же готовые варианты дизайна с этими материалами. И вот все эти мастер-классы, которые проводятся в течение недели, месяца и на странице, в директ, значит, в аккаунте Екатерины Николаевны, в интернете, в, господи, быстро начала говорить и делать одновременно несколько дел в Инстаграме и Вконтакте, и где, где еще там много всяких. Недавно рекламу видела в Одноклассниках, то есть, очень много сразу предлагается готовых решений. И вот в этом, конечно же, огромный плюс компании Эми в том, что кроме материалов, которые просто выпустились и продаются, да, тут же предлагаются какие-то готовые решения. Можно, кстати, прямо сразу, девчат, взять и этой же овальной кисточкой смешать центр между одним цветом и вторым, то есть, как бы, чтобы был более плавный переход. Можно подмешать границы между верхним цветом и средним цветом, вытираем кисточку и между, вот, смешанным цветом и нижним цветом. Так, и теперь аккуратненько двигаемся сверху вниз. Я не могу сказать, что это прямо займет очень много времени на клиенте, если учесть то, что мы с вами все-таки говорим про быстрый дизайн и про дизайн на одном, ну, максимум на двух пальчиках, я думаю, что это не особо много времени займет у вас. Конечно же, когда мы покроем всю поверхность стопом, давайте попросим клиентку пальчик перевернуть, и чтобы вот светленький цвет, да, немножечко вытянем вот сюда наверх на темный, перевернем. И еще разочек сверху вниз. Гелевые краски, конечно, намного гуще, чем гель-лаки, но они также чудесно перемешиваются, и из гелевых красок тоже можно делать чудесный градиент. Ну вот, в принципе, что и следовало было доказать. Так, естественно, мы просушиваем с вами, девчат, в течение 30 секунд. Так, и прежде чем я заполню вторую половинку цветом, я возьму в работу какую-нибудь пластинку для стемпинга с каким-нибудь шрифтом. На самом деле, можно взять любой орнамент, но мне очень нравится вот эта пластина, шрифты, по-моему, она называется, вот с таким вот красивым наклоненным текстом. И мне потребуется, конечно же, подушечка для стемпинга. Так, есть такая. Можно взять в работу либо белую лаковую краску для стемпинга, а можно взять просто м-пасту. М-паста, например, белая, белый рафинад, да? Так, возьмем м-пасту. И на вот эту половиночку, которую мы сделали, мы сейчас поставим отпечаток, а уже потом закроем с другой стороны, правильно? Чтобы потом ничего не вытирать и так далее. Итак, что мы сейчас сделаем? Возьмем белый рафинад, белую им пасту, нанесем на пластинку. Сейчас уже так много у всех мастеров и пластин, миллионы подушек, миллион, которыми отпечатывают. Мне кажется, теперь уже у всех, у всех мастеров есть самые популярные дизайны с помощью пластиночек для стемпинга. Так, убираем все ненужное. У меня тут вот есть чудо, тоненькая такая. Мне вообще нравится, знаете, вот подаются вместе с подушками такие прям пластмассовые, да, такие штучки-дрючки, такие толстоватые. А вот когда тоненькая, знаете, пластиковая карта какая-нибудь, вот классно убирает. И, ну, действительно, получается, работа такая аккуратная очень. Так, набираем на подушечку. Так, все у нас есть. И теперь отпечатываем. Это импаста, девчат. Даже можно, не вытирая дисперсию. Если вытрите, хуже не будет. Не станете вытирать, будет, не будет хуже, чем вытирая, не вытирая, это абсолютно не важно. Так, а я вот хочу сюда, ага, как продолжение сделать, просто к той типсинке, чтобы она смотрела композиция. Так, вот так. Вот таким образом. Так, просушиваем, естественно, да, у нас это же импаста. Импаста – это гелевая краска, которая сохнет в лампе. Так, добавляем со второй половиночки просто цвет. Закрываем эту часть. Вообще, можно поиграться, конечно, с любыми цветами, правда же? Даже в черно-белом цвете такой вариант сделать тоже очень красиво будет. Так, все, закрыли. Вот у нас часть идет с градиентом плюс отпечаток. А со второй половинки у нас с вами просто гелевая краска в чистом виде. Конечно же, сюда просится, да, какая-то разделительная полосочка. Может быть, в виде какой-нибудь цепочки или просто ровная полоса. Можно приклеить какую-нибудь наклеечку, а мы приклеим, конечно же, шермикончик. Так, ну а пока гелевую краску распределили равномерно. Просушиваем 30 секунд. Вот, к самому тут братск подключился. Плюс 5 часов. Что у нас получается? 14 плюс 5, 19 у вас, да? 19-20 уже в братске. Прикольно. Обожаю город Иркутск. Много лет прожила в городе Иркутске. И каждый раз туда просто тянет магнитом. Так, просушиваем. Девчат, если мы хотим приклеить какой-нибудь шермикончик, может быть, какую-то тоненькую полосочку, вот даже золотистую, да, можно взять. Есть такие белые полосочки, наклеечки, есть черные. Они так и называются. Золотые линии, серебряные линии, черные линии, белые линии. Готовый, да, вариант, чтобы не чертить ничего от руки, а просто приклеить. И чтобы приклеить наклеечку на поверхность ногтевой пластинки, мы с вами должны перекрыть ноготочек топом без остаточной липкости. И в нашем случае это Теклос. Можно тоненько-тоненько нанести только туда, куда хотим приклеить. То есть вот я хочу вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тонко-тонко-тонко, очень тонко. Все материалы, которые вы наносите в промежуточный этап, будь то топ Теклос, топ без липкого слоя, или там, допустим, слайдер топ с липким слоем, неважно, всегда в промежуточный этап постарайтесь наносить очень тонким слоем. Из Браска, да, здравствуйте, да, 19.20, да. Таня пишет, да, у нас круто. Да, Таня, не рассказывайте никому, что круто, а то все соберутся и пойдут на Байкал. А я, вот мы в ближайшее время прям собираемся. Прикольно будет. Так, приклеиваем шармикончик на просушенную поверхность. Я прям вот возьму самую тонкую полосочку. У меня, кстати, всегда все тоненькое прям, в фаворите. Тонко-тонко. Вот так вот такое вот. Вот, мне нужно просто, чтобы отделить одну зону, одну зону от другой зоны, да. Старайтесь, следите всегда, чтобы шармикон никогда не выглядывал за пределы свободного краешка, для того, чтобы он вот тут вот не торчал. Так, приклеили. Так, ну и что можно еще, допустим, сделать? Ну вот смотрите, у меня просто такой вариант есть. Можно взять слайдер, да, можно отпечатать еще какую-нибудь надпись, можно ее приклеить. Я предлагаю, конечно же, отпечатать. Тем более же под руками все лежит, почему бы не воспользоваться. Причем, я же вот наносила сюда белую импасту, даже можно не вытирать пластину, вот прям поглумиться. Давайте, например, какую-нибудь надпись возьмем. Вот эту, может быть. Так, убираем все лишнее. Так, сейчас наберем на подушечку. В принципе, все шикарно набралось. Так, какую бы мне оставить. Сейчас я вытру лишнее. Так, сейчас. Импасты очень удобно делать стемпинг, потому что, видите, импаст, лаковая краска, она же очень быстро высыхает. Поэтому надо очень быстро работать с ней. А импасту можно походить, поболтать, грузануть кого-нибудь, чем-нибудь, и она все равно не высохнет, пока не попадет в лампу. Так, просушиваем. И теперь, девчат, давайте мы вспомним о том, что вышли новые декорации. Вышло всего шесть штучек новых декораций. Так, напомню, может кто-то забыл. Мы сейчас возьмем в работу вот такие замечательные яркие бабочки. А вообще есть еще вот такие вот мультяшные варианты. Вот этот 101 вариант, игра в детство. Очень забавный вариант. Дерзкий принт. Такой уличный стиль. Красивые женственные веточки. Вот такой вот 106 романтичные листья. Вдохновение. В акварельной такой технике очень прикольный вариант. 107. И эмоции. Прикольный слайдер, девчат. Это все переводные картиночки. Так, ну а мы с вами возьмем в работу слайдер с бабочками. Прикладываем с бабочками. Я просто уже вырезала отсюда, отсюда же и возьму. Так, какой нам цвет сюда подойдет? В принципе, любой розовый, сиреневый нам сюда подойдет. Давайте сиреневенькую бабочку возьмем, такую симпатичную. Сейчас вот весной можно просто, знаете, белый фон сделал, бабочек налепил. Так красиво. На вид, кажется, смотреться классные нолдрессы. Я уже их приобрела, нам написали. Так, секунду. И кто-то попросил. Так, Светлана, можно еще раз бабочек не успела сделать скрин? Ага, секундочку. Вот они. Так, получается, номер 109 яркие бабочки. Прикольные такие, знаете, разных цветов. Такие милые они, не наляписные, очень прикольные. Так, выбираю. Так, мокрая салфетка у меня тут есть, в коробочке лежит. Так, это мусорок. Так, бабочка есть. Девчат, ну бабочку, конечно же, это же слайдер. Приклеим на слайдер топ. Если слайдер топа нет, можно взять, просто мазнуть жидкой базой, да, поверхность. Спасибо, написала Света. Пожалуйста, сказала Наташа. Так, жду новую коллекцию гирлаков. Да, весеннюю, да? Тань, да, весеннюю, да, конечно. Не знаю, с выходом у нас все меряется. У нас, знаете, как по календарю год переходит, как бы с выходом новых коллекций. Раз, что-нибудь с блестками, ага, скоро Новый год. Раз, что-нибудь усипусечное такое, мимишное, милашное. Значит, весна скоро, что-нибудь яркое, лето, коричневые оттенки пошли. Вот, значит, осень. У всех мастеров, наверное, не по календарю, да, они о смене времен года видят, а именно с выходом новых коллекций. Так, ну и прикрепляем бабочку. Ну, надо бы, конечно, сейчас руки взять пинцет, сделать серьезный вид. Оп, бабочку поймали и прикрепили. Девчат, обязательно просушивайте. Еще, допустим, там 10-15 секунд. Затем мы обрабатываем с вами все слайдеры ультрабондом. Ну, или в гелевых системах, в других еще так. Праймер, да, праймер, ультрабонд, ультрабондекс, как только не называют. Жидкость, которая работает как двойной скотч, да, для хорошего сцепления. Намесли. Высыхает на воздухе в течение 1-2 минуточек. И после этого закрываем топом. Ну, предлагаю воспользоваться, например, ультрашайном. Да, можно ультрашайном. И если вы, например, захотите поставить какие-нибудь точечки маленькие в виде, ну, импасты, да, гелевой краской без остаточной липкости сверху, ну, может быть, имеет смысл тогда не ультрашайном покрыть, например, а теклосом. Вот, ну, либо матовый топ, да, опять же. Кому что больше нравится. Так, выравниваем поверхность. И просушиваем. Любой топ сушите, девчат, минутку, а лучше даже две. 30 секунд, все-таки, для топа, я считаю, что маловато. Лучше пусть он просохнет подольше. Так, ну, и можно взять тоненькую кисточку. Не важно, какую, любую удобную для вас. Ну, допустим, у нас есть 5-друг-ноль кисточка. Маленькую капельку импасты. Вот так, аккуратно, на пальчик. Что за коробочка, в которой лежит влажная салфеточка? Да, Олечка, это коробочка из-под типсиков. Раньше у нас типсики продавались в таких коробочках. Очень удобно. На столе стоит мокрая салфеточка, раз, в коробочку. Закрыли. И стоит себе, никого не трогает. Да, раньше были типсики, самые любимые, овальненькие, номер двоечка. Эта коробочка для типс, ответила Танечка, Олечка. Спасибо большое, пожалуйста. Так. Так, ну, я тут могла... Сука. На секунду выпала из жизни, потому что облизала кисточку, на которой была импаста. Не берите в рот кисточки, это ужасно, отвратительно. Так, ну, а я буквально вот так, чуть-чуть... Несколько точечек впереди, спереди, сзади бабочки. Хуже не будет. Знаете, такое движение, что ли, обозначим. Вот таким вот образом. Все, просушиваем. И дизайн готов. Так, еще из этих же цветов, девчат, можно сделать еще вариант. Очень мне понравилось. Вот в таком вот стиле, смотрите. Вот в таком вот, да, газетном. Я еще делала в черно-белом. Но очень понравилось, прикольно добавлять такие разноцветные лаковые краски. Видите, отпечатан стемпинг. И как раз-таки именно на этом синем фоне. Так. Давайте покроем типсик целиком. Вернемся к гелевым красочкам, да, из набора Happy New Year. Вот этот набор мы взяли в работу с вами. Такой красивый, насыщенный синий цвет с мелким шиммером. Такой сперламутром даже. Не с шиммером, а именно сперламутром внутри. Так, покрываем. Покрываем и будем сушить. Сушить будем, как любой гель-лак, в течение 30 секунд. Краски гелевые ложатся всегда очень плотно. И достаточно, зачастую достаточно, в 90% случаев гелевые краски. Достаточно даже один слой покрыть, и они будут ложатся плотно. Вообще, девчат, вот скажите, кто вот в курсе, чем отличаются вообще гелевые краски от гель-лаков? То, что гуще, да. То, что плотнее, да. А вот самая главная, отличительная характеристика гель-лака от гелевой краски. Тут вот я подняла глаза, пока сохнет мой фон, девчат. Очень нравится смотреть ваши эфиры. Спасибо большое. Так, хорошие коробочки использую для сменных файлов. Видите, как классно, да. Вот все-таки мы сразу, творческие люди применяют. Господи, казалось бы, коробочка, да. Раз, сменные файлы туда. А вот следующий вопрос. Я, в принципе, мы уже об этом говорили. Здравствуйте. Не сколется эмпаста с ультрашайна? Вот если бы я нарисовала какой-то такой прям рисунок, ну, сверхъестественный, который бы занял большую площадь, то, скорее всего, конечно, он, может, потихонечку бы начал скалываться с поверхности. Девчат, ну, а я поставила точечки вот эти вот маленькие, вот эти вот. Серьезно, вот такие мелкие, маленькие, практически не выпуклые. Конечно же, они, в принципе, никуда не денутся. А даже если и денутся, то я думаю, что вы сильно об этом не пожалеете. Можно поставить их под ультрашайн. А если поставите на Т-классе или на матовом топе, то, конечно, стопроцентная гарантия того, что ничего не сколется. Все. Так, пока в сторону. И возьмем кисточку для градиента. Значит, нам сейчас потребуется с вами беленький гель-лак. Я думаю, что у любого мастера есть белый гель-лак в наличии. Возьму вот так коробочку и... Возьму немножечко белого гель-лака. И теперь смотрите, девчат, вот такой быстрый вариант под какой-нибудь джинсовый наряд. Ну, во-первых, сам цвет из коллекции Happy New Year, да, очень такой красивый, насыщенный получается, синий такой цвет. А чтобы он стал похож, больше к цвету подходил джинсы, мы с вами возьмем и немножечко добавим белый цвет. Вот таким вот образом. Смотрите. Вот аккуратненько раз потянули. Можно, допустим, взять гелевую краску, которая тоже из этой коллекции. Вот гелевая краска. Я просто хочу, чтобы вы видели с разницей. Понятно, что белый гель-лак, он более плотный, а эта гелевая красочка с шиммером, да, она такая более кисельная, скажем так. Поэтому, в принципе, можно добавить и гелевую краску, и гель-лак. Так, и мы с вами поехали. Так, я ушла с экрана. И вот прям беру вот гель-лак прям с гелевой краской, не важно, аккуратно, аккуратно добавляю просто с помощью кисточки для градиента. Вот такие вот незамысловатые полосочки разной длины, ширины и так далее. Можно сразу, не просушивая, взять и добавить немножечко горизонтальных вот таких вот полосочков, да, таких вот небольших поперечных линий в разных направлениях. Если чувствуете, что светлого цвета добавили много, можете добавить обратно, вернуться к темно-синему цвету. И хуже не будет абсолютно. Можно взять так же, видите, вот взяла на кисточку сейчас более темный цвет. И прям сверху. А можно этого и не делать. Просушиваем. Так, тут вот есть вопросы, кто-то что-то спрашивает. Так, сейчас, секундочку, качество пигмента. Так, про коробочки. Так, здравствуйте, не с колицей, паста с ультрашей, краска более пигментированная. Качество выше. Ага, мы отвечаем на вопросы, а я вам отвлеклась и не стала дальше продолжать дискуссию. Сейчас краской можно делать стемпинг и в росписи. У гель-краски нет дисперсии. Химический состав гелевого отключается от гель-лака. Да, конечно же, отличается. Сейчас, секундочку, почему нет дисперсии есть. Итак, значит, все работают разными материалами. Я задала вопросы, немножко отвлеклась, ушла в работу. Значит, девчат, чем отличается самое главное отличие гель-лака от гелевой краски? Действительно, по составу. То есть, как бы, разная формула, скажем так, молекулы. Гель-лак – это растворимый материал, а гелевые краски – нерастворимый материал. И если, например, у вас база гель-лака, да, на ноготочках, цвет гель-лак и топ гель-лак, это можно замочить жидкостью для снятия гель-лака, растворить и счистить с поверхности. А вот гелевые краски, они нерастворимые. И получается, что нужно обязательно спиливать. Эта граница сейчас со временем стерлась между гелевыми красками и гель-лаками, потому что, ну, как бы, многие мастера об этом не задумываются по одной простой причине. Все работают фрезами. Включили машинку, фрезой спилили все, и неважно, что там было – гель-лак, гель-лак, гель-лак и так далее. Вот как бы в этом главное отличие. То есть, если, например, клиент пришел, и он точно знает, что у нее на руках гель-лак, она вам скажет, мне не надо пилить машинкой, да, мне нужно растворить это и убрать. Я для этого специально и делаю покрытие гель-лаковое. Вот, поэтому, как бы, каждый мастер должен быть вооружен. То есть, как бы, если гель-лаки перед вами, база гель-лак, цвет гель-лак и топ гель-лак, то, конечно же, это все можно растворить и убрать. Ну, и, естественно, спилить фрезой. Но если у вас, допустим, гелевые ногти, акригелевые ногти, покрыты они гелевыми красками, то, конечно, растворить это невозможно. Это нужно будет просто спилить, и это самое главное. А сейчас гель-лаки, они бывают плотные, полупрозрачные, и гелевые краски бывают тоже полупрозрачными. Ну, вот у Эми-то нет полупрозрачных гелевых красок, у них все плотные, красивые, самые лучшие в мире. Ну, вы понимаете, да, реклама должна же работать, 25-й кадр. Вот, поэтому, и можно ли сочетать в работе гель-лаки и гелевые краски? Можно, но если вы делаете хорошее укрепление, если вы красиво моделируете ногти базой, то есть, как бы, хорошо укрепляете стрессовую зону, вы не просто покрываете и просушиваете, а именно моделируете базой, укрепляете базой, выравниваете базой. Вот в этом случае, конечно, можно и гель-лаком покрывать, и гелевыми красками покрывать, и сочетать их друг с другом на поверхности. Вот, самая главная задача вам построить, поставить хороший фундамент. И вот в этом случае, как бы, будет стоять хорошо и гель-лаки, и гелевые краски, и разницы никакой не будет. Тем более, что при коррекции, когда клиентка к вам придет, вы сможете все это дело спилить, спилить фрезой, да, включить машинку и спилить. Так, ну а тем временем, девчат, у нас... Так, есть дисперсия. Так, вот почему нет дисперсии? Есть дисперсия, у эмпасты нет. Да, есть гелевые... Что такое эмпаста? Это гелевая краска без остаточной липкости. Гелевые краски, как правило, они все с липким слоем. То есть, есть такие краски, ну, все это сохнет в лампе. Значит, разделяются гелевые краски с липким и без липкого. Без липкого слоя гелевыми красками можно рисовать на готовой поверхности. То есть, можно нарисовать сверху объемный рисунок, и вам ничего за это не будет. Гелевыми красками с липким слоем нужно рисовать дизайны только под топ. Так, очень хорошо видно, слышно, так замечательно. Это, ага, краски не течет. Так. Наталья, дизайны на черном, это серебро витражными перекрыто. Да, 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 да. Я обязательно сделаю такой вариант, я думаю, что мы успеем. Так. Ну, а пока мы завершим вот такой вот вариант. Значит, девчат, я сделала синее покрытие, да, это гелевая краска. Добавила сверху белый гель-лак в сочетании даже с белой гелевой краской из набора, да, Так, и теперь мы с вами буквально какой-нибудь отпечаток сделаем. Хочу взять крупный шрифт, эмпасту. Вот сюда на крупный шрифт нанесу эмпасту. Вот как раз-таки эмпаста, понимаете, что такое эмпаста? Это гелевая краска без остаточной липкости. И я могу рисовать эмпасты и под финиш, и на финиш. А гелевой краской с липким слоем я могу рисовать только под финиш. Правильно же? Вот в этом, как бы, превосходство гелевых красок без липкости. Так, набираем на подушку. Так, девчат, сейчас, секундочку. Отпечатаем на поверхность. Я сейчас убрала подушечку в сторону. Мне нужно убрать то, что мне не нужно. Вот так скажем. Так, вертикальный отпечаточек сделаем. Отлично. Так, просушиваем. Я отпечатывала эмпастой. Так, и давайте добавим в работу цветных лаковых красочек для стемпинга. Давайте возьмем, например, синий цвет. Должен быть немножко виден красный цвет, желтый цвет. Ну, что у кого-то гелий есть для стемпинга, да? Так, и буквально сейчас я вытру пластиночку. Так, и пару отпечатков цветным сделаем. Я думаю, что будет прикольно. Так, красненький отпечаточек. Когда набираете лаковую краску на подушечку, легкий накат. Легкий накат. И печатаем красным. Вот так, добавляем. Так, теперь аккуратненько возьмем еще желтую и синюю краску. Давайте желтеньким бахнем. Вот тут вот чуть-чуть. Так, убираем все лишнее. Легкий накат. И желтенькое пятнышко. Даже если не целиком набралось, ничего страшного. Так, чуть-чуть желтенького. Так, ну давайте синенького для полного счастья. Ну, чтобы было дорого-богато. Все лучше и сразу. Вот сейчас вот реально не очень удобно, во-первых, под камерой. Ну, и мне вот, если честно, как бы даже не очень не надо, чтобы оно прям было идеально абсолютно. Все, синее тоже есть. Вот так вот сверху белого. Все, девчат. Лаковая краска, естественно, высыхает на воздухе. Буквально несколько секунд, и она высохла. И теперь мы с вами покрываем топом. Ничем больше сверху, ничего добавлять сверху не будем. Покроем ультрашайном. Просушим минутку, а лучше две. И получается у нас вот такой незамысловатый дизайн. Мне кажется, вот под джинсы классный будет вариант такой, знаете, вот он как джинсовый получается в сочетании синего с белым цветом. Просушиваем. Я вернусь сейчас сюда. Делала две типсика. Зато на столе у меня тут просто можно ногу сломать. Видите, делала в черно-белом цвете. Можно, например, на белый цвет нанести черные мазочки, да, и отпечаток крупный, когда вот идет машинописный текст, очень прикольно смотрится. Либо наоборот, на черном фоне белые полоски. И тоже, вот видите, как бы отпечаток. А это вот такой вот вариант под джинсы, который мы делали сейчас. Ну, мы такой вариант сейчас с вами делаем, потому что в моем задании сегодняшнем использовать гелевые краски в работе. И вот мы вспомнили, что у нас есть такой набор. И очень красивый синий цвет, который мне очень нравится. Поэтому мы вокруг него и танцевали. Так, это мы с бабочками сделали. Вот, и вот этот вариант сейчас спросили, как раз таки, да. Сюда мы сейчас задействуем с вами тоже, да, тут тоже есть градиент, но витражными гелевыми красками. Так, вот тут очень много вопросов. Сейчас, секундочку, краска не течет, да, краска не течет. Так, 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 мы уже об этом говорили. На черном, да, сейчас я покажу. Вот Светлана спросила, Наталья, дизайн на черном, это серебро, плюс витражи. Да, секундочку, сейчас покажу, штампик не бафили изначально. Нет, Настенька, ничего не бафили. Так, а зачем его бафить, подушка должна иметь, да, все очень круто, дизайн в стиле граффити, однозначно в стиле граффити. Так, ну и сейчас мы с вами еще один вариантик. В наборе, в этом же чудесном наборе Happy New Year есть вот эти вот серебряные, золотые, видите, вот эти с блестками. И вот как раз-таки можно вот серебро как бы взять за основу и на нем сделать красивый градиент с помощью витражных гель-лаков или гелевых красок. И гель-витражи есть не только в Эмме, да, они есть во многих компаниях, фирмах и так далее. Я думаю, что у любого мастера всегда есть 2-3 цвета каких-нибудь витражных. Они как бы цвет имеют, да, но не плотные, прозрачные. И вот давайте мы с вами сейчас быстро такой вариант сделаем, насколько по времени успеем. Значит, смотрите, получается у нас, например, например, давайте вот так по центру сделаем. Тонкий-тонкий-тонкий-тонкий слой, очень тоненько ложится, очень красивенько блестит. Ну, вот так вот, например. Это серебряная полоса, это может быть вот сейчас вот я посерединочке ее нанесла, а можно сделать верхнюю часть ноготочка, нижнюю часть ноготочка, посерединочке. Вот видите, вот это вот вариант, который там блестит, видите, вот я сейчас тоже по центру нанесла. Так, а можно вот верхнюю часть ноготочка задействовать, а можно вот среднюю часть ноготочка задействовать. Видите, можно по-любому. Так, и я нанесла серебряную краску прямо по центру ноготочка, просушиваю 30 секунд. И постараюсь сейчас быстро сказать, что я буду брать в работу. Значит, есть витражные у нас гелевые краски, витражные, вот такой вот красный, синий. Их вообще 6 цветов, 6, всего 6. Если честно, вот, допустим, там, имеет ли смысл, допустим, покупать все 6? Ну, не знаю, если возможность финансово позволяет, то, конечно же, можно и купить. Но я бы, например, если честно, ограничилась бы тремя цветами, потому что они классно смешиваются на поверхности, я вам сейчас покажу. Очень густые, вот, изначально, изначально в компании Эмми в их вышли гель-лаки витражные, да? Но все-таки они такие довольно-таки густые, и их, как бы, разместили именно в баночке. Вот они в коробочках, тут вот внутри коробочки стоит баночка. Видите, вот она. Да, просто, как бы, у меня есть открытый виде, и поэтому я не буду уже открывать сейчас коробочки, а вам покажу цвета, как они выглядят, например, красный. Сейчас, секундочку. Красный, синий, желтый. Не знаю, считаю, что это цвета такие фавориты, и можно сэкономить и не покупать все. Вот, например, красный, сейчас желтый. Вот желтенький, так, и синенький. Вот, и путем смешивания, девчат, получаются очень красивые оттенки. Мы сейчас их все нанесем на серебряную нашу полосу. Ну, смотрите, неважно, с какого цвета начнем. Давайте, например, с красненького, если вы не против. Да, вот тут у нас рекомендации бегут в комментариях, как почистить подушечку. Вот шикарный вариант. Можно подтереть остатки влажной салфеткой, да, без обезжиривателя, чтобы подушка мутной не становилась. Подсушить в лампе и потом скотчем очистить. Да, на самом деле, если подушку от штампа вытирать каким-либо жидкостями, она потеряет прозрачность. Я все лаки и гирлаки убираю, очищаю скотчем. Ну, девчат, на самом деле, обезжириватель, конечно, подушку сделает непрозрачной. Просто иногда, вот, например, я, например, грешу, потому что иногда вот надо быстро как-то на камеру вытереть. И вот сейчас даже уже дважды обезжиривателем вытерла. Ну, хорошо, подушка такая, знаете, рабочая, рабочая прям. Так, немножко красненького, немножко желтенького и давайте немножко синенького. Итак, у нас внизу серебряная гелевая краска из коллекции Happy New Year, да, можно взять любой серебряный гель-лак, может быть, у вас есть, да, с большим количеством шиммера внутри. Так, и вот смотрите, кисточкой для градиента можно подмешать немножко желтенький с красненьким, получите оранжевый, желтенький с синеньким. Получите зелененький. Так, и аккуратненько, аккуратненько. Я обычно начинаю всегда с желтенького, то есть получается желтенький стянула вниз. Попросила клиентку перевернуть пальчик и от желтенького потянула вверх к красненькому. Ну, настолько, насколько позволит, да, там кутикула наша, линия кутикулы. Так, аккуратненько. Нет, получается, видите, с помощью трех витражей у нас получается как минимум пять разных цветов, да. Красненький, оранжевенький, желтенький, синенький, зелененький и так далее. Так, оставим эту полосочку вот тут по центру. Теперь просушим, девчат, и отпечатаем что-нибудь с помощью стемпинга. Так, например, возьмем пластинку. Вот он, я делала вариант с Микки Маусами, прикольно смотрится. Сейчас найдем. Потеряла пластинку на столе у себя. Можно Микки Мауса взять. Сейчас. Маленький этот овральчик, надо почистить пластинку. Так, пластинку вытираю. Вот, например, видите, Микки Маусы. Ну, хотя можно, в принципе, взять любой, да, любую пластиночку с любым рисуночком. Так, вытираю дисперсионный слой с поверхности витражных гелевых красок. И делаем отпечаток. Давайте возьмем черную красочку для стемпинга. Так, это у нас краска. Убираем все лишнее. Так, 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 немножко притормаживаю. Так, нельзя тормозить. Так, набираем легким накатом. Сильно давить не надо. От слова совсем. Все, Микки Маусы у нас на подушечке. И отпечатываем. По центру ноготочка. Так, видно, вот отпечатала. И мне вот тут вот не хватает прям вот пол ушка только. О, вот так сделаем. Так, ну, естественно, высыхает на воздухе, девчата. И закрываем, например, по бокам черным, давайте, черным геллочком, наверное, закроем. С одной стороны выровняем, выравниваем границу между цветной вот этой полосочкой, да, и с другой стороны. Все, просушиваем лампи в течение 30 секунд. Дальше, конечно же, нам нужно отделить, да, зону, где у нас есть вот эта вот цветная полоса. Ну, например, двумя полосочками можно. Можно вот так отделить верхнюю часть, сделать вот такую красивую вставку, либо по центру сделать вставочку. Видите? То есть все это на основе лежит серебряная краска, гелевая краска серебряная из коллекции Happy New Year. А сверху витражные, витражные гель-лаки можно взять, можно витражные гелевые краски взять и сделать вот такой вот градиент тоненько, да, на поверхности. Так, а пока у нас высох наш черный дополнительный цвет. Покрываем топом Teclas. Топ Teclas, да, топ без липкого слоя, в нашем случае это Teclas. Полосочка становится яркой. Видны все эти мушата. Просушиваем. Приклеиваем шармикончики. По-прежнему предлагаю взять полосочки, да, у меня вот тут еще одна полосочка есть. Вот, я тут пристроила шармикончики на поверхность. Погранично, скажем так, приклеила. Ну, а здесь мы использовали в основу серебряную гелевую краску. Дальше мы делали градиент с помощью витражных гелевых красок. Причем брали только два цвета, красный, желтый, синий. Получается, они смешиваются, получаются очень красивые варианты, да, такие покрытия. Так, ну и все. И можно, в принципе, оставить так. Можно еще что-нибудь отпечатать. Здесь вот такой у нас на пластинке есть слово там Микки. Вот можно взять, например, его. Сейчас я возьму немножечко белой импасты. Секундочку. Надо же уже доделать до конца, до ума довести. Так, взяла немножко белой импасты, белый рафинад. Вот здесь вот Микки, словечко такое маленькое. Мы же Микки Маусу Микки Мауса подпечатывали, поэтому... И отпечатаем сейчас вот здесь вот сбоку. Микки. Ну, пусть будет вот так, прикольно. Так, ну, естественно, раз я отпечатывала импасты, значит, мне нужно будет обязательно просушить все это дело в лампе. И перекрыть топом. И перекрыть топом. Я вот так вот сюда положу то, что мы с вами сделали. В принципе, дизайн готов. Осталось у нас несколько секундочек. Перекрываю топом. И опять же, мы с вами... Все время хочу подчеркнуть, девчат, на всех пальцах этого, конечно же, не стоит делать. Правильно же? То есть, как бы на одном пальчике сделать дизайн, это всегда смотрится как украшение, да? Как дорогое кольцо на пальчике. Хотя они так дорого стоят, скажем так. Но, тем не менее, смотрится прикольно. Так. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Спасибо, что уделяете нам время. Надеюсь, мы были вам полезны. Девчат, всем удачи. Всем побольше денежных клиентов. До свидания и до скорых встреч.